МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Оползень теперь не угрожает улице Доватора и подземным коммуникациям. Дамбу в пойме реки Плющихи укрепили, мэр распорядился проверить все похожие объекты. На аэродром с ветерком, чтобы избежать транспортного коллапса, зрителей авиашоу в Мочище будут привозить и увозить на дополнительных электричках и автобусах. Вместо сцены зал для переговоров, вместо классики пьеса современного автора. Асфальт-театр представляет премьеру о Пушкине. Как всегда в это время, новосибирские новости расскажут о главных событиях дня. Здравствуйте. Центробанк России отозвал лицензию еще у нескольких финансовых организаций, в том числе у банка Российский кредит. В Новосибирске у него было три отделения. Сегодня все они закрыты, клиенты поспешили за деньгами, но получить их смогут только после 7 августа. К этому времени агентство страхования вкладов выберет банки, где будут выдавать сбережения. По данным регулятора, на счетах российского кредита хранилось почти 43 миллиарда рублей вкладов от населения. Лицензию отозвали со стандартной формулировкой, банк вел рискованную кредитную политику и скрывал основания для отзыва лицензии на банковские операции. Кроме того, банк не соблюдал ранее введенные ограничения на отдельные операции. Работы на дамбе в пойме реки Плющиха закончили раньше сроков. Склон на улице Даватора укрепили, оползень, который произошел весной, теперь точно не повторится. Когда восстановят тротуар в этом месте и какие технологии применяли строители для предотвращения ЧП, выяснял Александр Вяткин. Земля в этом месте уже не будет уходить из-под ног. Дамбу на улице Даватора в пойме реки Плющиха укрепили. На дамбе выполнили работы по армированию. Через каждый метр в скважины вставили трубы и соединили между собой. Кроме этого, сделали отсыпку и забетонировали склон. Все это сооружение называется Берма. Инженеры обещают, что дамба простоит еще более 100 лет. Последние наблюдения показали, что грунт неподвижен. Уложено 59 у нас труб длиной 15 метров. Это общая сходность 40 тонн металлических труб, которые держат весь этот откос от сдвижки, если какие-то будут и будущим деформации. Оползень вовремя заметили. Жители целого микрорайона он мог оставить без воды, канализации и дороги. Это одна из дамб выезда с жилмассива МЖК Восточный. Сегодня там проживает очень много народу. По утрам, если бы эта дамба пришла бы, пришлось бы ее закрыть, то по одной дороге бы выезжали утром долго. Кроме бетона, склон теперь удерживает и геотекстиль. Синтетический материал, рассказывают мэру, позволяет равномерно распределять давление по поверхности. К тому же пропускает воду. Теперь она не скапливается внутри, а стекает в приток Плющихи. Он обеспечивает что? Что отдельные слои грунта, во-первых, не сдвинутся. То есть вся эта масса работает в едином таком конструктиве. Установили и причины оползня. Скрытые под дамбой коммуникации ни при чем. Анализ показал, что виной всему талые воды. Но почти километр труб все равно заменили. Нашли применение и старым. Задействованы старые трубопроводы, внутрь которых протянут эти полиэтиленовые или сикопластиковые трубы, которые действительно сегодня будут работать с двойным запасом прочности. Теперь, если трубопровод прорвет, то вся вода вытечет по старым коммуникациям за пределы дамбы. Мы ставим задачу сегодня провести мониторинг, поставить на учет и провести состояние всех подобных объектов с тем, чтобы дальше вести их обслуживание, наблюдение, обслуживание и вовремя принимать меры для того, чтобы предупреждать подобные события. В ближайшие дни все работы закончат сотрудники Горводоканала. Дальше по плану – благоустройство. Вместо временного пешеходного перехода сделают постоянный тротуар, установят ограждение и восстановят газон. Александр Вяткин, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Жители Шлюза сегодня в очередной раз вышли на пикет. Они протестуют против вырубки леса на улице Сиреневой. Хотя деревья никто не трогает, работы остановлены, а градоначальник лично ведет с застройщиком переговоры о сохранении леса. Однако акции протеста продолжаются. Пикет сегодня собрал два десятка противников застройки на улице Сиреневой. Протестующие просят изменить статус спорного участка и перевести его в категорию городских лесов. Также они требуют не продлевать договор аренды на площадку. Он истекает уже в сентябре. На самом деле жители ожидают просто катастрофу. И не только для себя, а в потенциале и вообще для всего города. Потому что этот лес рубить нельзя. Он потому что это болото, которые климатообразующие. Будут проблемы в городе во всем. Если этот лес будет уничтожен. Совместная российская-швейцарская компания мечтает дать стране шпиндели. Это высокоточные детали сложнейших обрабатывающих станков. Пока налажена технология ремонта, однако сотрудники хотят создать собственное производство. Ведь заказы приходят со всей страны. И оборот у предприятия внушительный. С подробностями из цехов компании Александр Попов. Роман, нужно перебываться? Или вот можно сегодня? У нас сегодня день открытых дверей. На высокоточном производстве немецкая педантичность. Но для гостей сделали исключение. Можно обойтись без тапочек. Несколько лет назад швейцарцы поделились с российской стороной технологией ремонта крайне тонкой детали сложных станков. Шпиндель – это сердце станка. Шпинделем производится обработка деталей. Шпинделем крутится режущий инструмент. В шпинделе вращается деталь. Если речь идет о токарном шпинделе. Теперь компания со штатом всего 30 человек и оборотом в 200 миллионов рублей. Заказы на ремонт ключевой детали станков принимают со всей России. Новый шпиндель в 3 раза дороже, чем провести ремонт. Потому что все-таки ремонт, он не требует полной замены. И заменяются там какие-то уязвимые части. И, безусловно, это дешевле. Но я могу сказать, что шпиндельный узел вышедший из нашего ремонта. На него гарантии, как на новый. Каждый этап автоматизирован. Швейцарское оборудование – точность до доли миллиметра. При обработке сотрудники буквально пылинки сдувают. То есть это не завод Форда, который каждые 30 секунд автомобиль выдает. Нет. Тут производство такое вот высокое. Во-первых, оно штучное. Во-вторых, оно очень такое вот высокоинтеллектуальное. То есть уникальное производство. Заказчики – объединенная авиастроительная корпорация, Роскосмос, КАМАЗ, предприятие оборонопромышленного комплекса. Мощности компании растут. Мечта всех сотрудников – не только ремонтировать детали, но и производить самим. Речь идет о том, что швейцарцы позволят здесь, либо дадут лицензию, либо просто будут участвовать в разработке нового шпинделя. И здесь мы займемся производством, разворачиваем производство непосредственно вот такого сложного устройства в Новосибирске. Реальный пример импортозамещения – производство сложнейшей детали всех обрабатывающих станков пока в перспективе. Пять лет сотрудники компании добивались того, чтобы швейцарцы поделились чертежами для ремонта. Есть надежда, что производство удастся запустить быстрее. Александр Попов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Ученый из Новосибирского госуниверситета Валентин Портных первым в мире сделал перевод уникального трактата XIII века. Сочинение о проповеди Святого Креста против сарацинов он перевел с латыни сразу на русский и французский языки. За эту работу Валентин Портных был удостоен звания лучшей молодой ученой года. Станислав Якушевич пообщался с исследователем исторических артефактов. То, что трактат до сих пор не заинтересовал историков, редкая удача, считает исследователь. Почему документ за восемь веков не перевели ни на один из европейских языков, остается тайной. Взяться за сочинение монаха-доминиканца молодого ученого убедила научный руководитель, профессор Николь Бериу из Франции. Но перевести документ было недостаточно. Валентин Портных изучил 18 списков манускрипта и фактически восстановил оригинальный текст рукописи. Главная цена здесь все-таки латинский текст, который был не просто взят из какого-то манускрипта, а реконструирован из нескольких. Есть разные способы. В каких-то случаях кто-то издает какую-то одну рукопись, но я решил последовать совету старших товарищей из-за границы и в конкретном данном случае сделать именно реконструкцию. Понять суть трактата историку помогла фигура автора. Генеральный магистр ордена доминиканцев Гумберт Романский был ярым сторонником крестоносного движения. Он создал, считает исследователь, доступную инструкцию, своеобразный учебник для других проповедников. Как убеждать рыцарей идти на восток, воевать за гроб господень? В 13 веке воинов, жаждущих ратной славы, в Европе становилось все меньше. Очень рекламное, в духе современности, может быть, даже немножко. Ребята, поспешите, пока вам Царствие Небесное на халяву может достаться. То есть спешите, пока Царствие Небесное дешево стоит, пока оно доступно за сравнительно небольшое однократное деяние. Пособие средневекового политрука, как в шутку называет трактат Валентин Портных, стал темой его кандидатской диссертации. Теперь историк работает над изданием книги. Русский вариант рукописи уже отправлен в печать. Он выйдет в конце 2015 года. Параллельно идет работа над французским переводом. Ученый дописывает предисловия, просматривает правки научного редактора. Во Франции рукописный памятник 13 века издадут в ближайшие два года. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Современные истребители и самолеты времен Великой Отечественной поднимутся в небо над аэродромом Мочище в воскресенье. Праздник приурочили к 70-летию Победы и юбилею самого аэродрома. Организаторы ждут более 50 тысяч гостей. Чтобы избежать транспортного коллапса, доставку зрителей организовали на автобусах и электричках. С подробностями Вероника Иванова. Уже в воскресенье в небе над аэродромом Мочище развернется грандиозное авиашоу. Показательные выступления летчики посвятят не только 70-летию Победы, но и 65-летию самого аэродрома. Сейчас здесь идет активная подготовка к встрече гостей. Над головой то и дело проносятся истребители. Су-34 Чикаловского завода репетируют бочку, петли, проходы и вертикальные фигуры высшего пилотажа. В воскресенье зрители авиашоу «Крылатая победа» порадуют соколы России на Су-27 и Су-30. Три десятка самолетов и вертолетов поднимутся в воздух. Авиация вертолетная, Ми-24, 4 единицы. Ну и наши машины. Ретро-класса, МиГ-3, ПО-2, ЯГ-12. Все элементы высшего пилотажа, какие машины позволяют, что делать, то и будут выполняться. Виктор Калаев присматривается к новому аппарату. С него начинали почти все военные летчики. Учебный самолет Поликарпова. В России всего пять действующих экземпляров. Этот энтузиасты отстраивали по крупицам. По старым чертежам и учебникам 30-х годов прошлого века. Ну хорошо, штопор делает там, на поляны на любые садится и взлетает с полян. То есть и бомбовую нагрузку он во время войны хорошую довольно-таки возил там. И точность бомбометания за счет маленькой скорости у него была просто, ну практически, хоть в ведро могли попасть этой бомбой там. Организаторы ждут 50 тысяч зрителей. Для тех, кто за рулем, подготовили три платные парковки на 6,5 тысяч мест. Но подъехать можно будет только со стороны северного объезда. В прошлом году машины стояли в пробке весь день. Кто-то на авиашоу так и не попал. Добраться без заторов на этот раз можно на общественном транспорте. Автобусы будут ходить от площади Калинина. Только им разрешат проезд по восточному шоссе. Железнодорожники пустят дополнительные электрички. Утром два маршрута с Черепаново и Коченева специально продлят. После окончания авиашоу, начиная с 13.35, каждые полчаса, компания назначила дополнительно 6 электропоездов в интервале 30 минут для организации вывоза пассажиров после проведения авиашоу. Проезд до станции Новосибирск-Главный 35 рублей от Мочище до метро Гагаринская 26. С такой идеей пригородный перевозчик выступил впервые. Доехать до станции Мочище можно за полчаса без пробок. Один поезд вмещает полторы-две тысячи человек. А это пятикилометровая пробка на дороге. Если опыт сочтут успешным, то в следующем году для зрителей опять организуют дополнительные электрички. И только на самолете. Добраться на авиашоу пока невозможно. Вероника Иванова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Дни памяти Владимира Высоцкого проводят в Новосибирске. Поэт, певец и актер трагически ушел из жизни 35 лет назад. У памятника сегодня собрались его коллеги и друзья. Приехала в Новосибирск и первая жена Владимира Семеновича Ида Высоцкая. Поклонники возложили цветы и открыли еще одну мемориальную звезду на аллее бардов. Она посвящена Юрию Кукину. Дни памяти Высоцкого продолжит фестиваль авторской песни. На три дня парк у моря Обскова превратится в паладочный городок. С отдельными песнями и целыми концертами выступят более 200 бардов. Хочется, чтобы Новосибирск символизировали несколько символов. В том числе символ Высоцкого. Символ, что это столица авторской песни. И многие так это говорят. Я более того могу сказать, что самые значительные мероприятия в памяти Высоцкого в эти дни, они проходят в Новосибирске. Это совершенно точно. И пусть скажет кто-то по-другому. Творческая лаборатория «Асфальттеатр» продолжает эксперименты на нетеатральных подмостках. Спектакль «Спасти камер юнкера Пушкина» они решили сыграть в помещении, более подходящем для презентации деловых переговоров. На репетиции моноспектакля побывала и наша съемочная группа. Деловые переговоры театру не помеха. Пока одни посетители обсуждают бизнес-стратегии, актер Николай Соловьев вживается в образ. А еще параллельно с постановщиком Сергеем Чеховым они сами проверяют нехитрое оформление сцены, включают видеопроектор, звук, меняют перегоревшие лампочки. Стоящие на полу разнообразные настольные светильники символизируют профессию главного героя. Он писатель и читает свою повесть о Пушкине. Пушкина я возненавидел еще в детстве, как-то сразу не задавался, еще из детского сада. Питунь, ты что, Пушкина не любишь? Мне бы опять промолчать, я возьми доля от меня. Не люблю. Пять лет дурак еще был. Откуда я знал, что не любить Пушкина нельзя? Так начинается конфликт персонажа Питунина с гениальным поэтом. В Пушкине концентрируется все, что главный герой не любит в себе. Все, что он не принимает в жизни, но не находит сил, чтобы изменить. В нашей системе среднего образования, о том, как нам навязывают стереотипные представления о великих классиках и о чем только не навязывают. Это все очень круто и важно, но для меня все-таки во главе, угла здесь стоит личность именно этого Питунина. Пьеса драматурга Михаила Хейфица имеет под заголовок «История несостоявшегося подвига». Именно тоска по не сложившейся, несостоявшейся жизни и примеряет двух главных персонажей – Питунина и Пушкина. Хотя, признается Николай Соловьев, кого в финале спасает его герой, пока не ясно. До конца не докопались даже, к чему он там, зачем это ему надо. Ну, он как-то… Жизнь прошла мимо. У него была любимая девушка, и они мечтали, как бы можно было бы спасти Пушкина. Моноспектакль был еще недавно интересен театралам. Любили его и актеры – Николай Соловьев, Владимир Лемешонок, Галина Алехина. И участники лаборатории «Асфальт-театр» через эксперимент пытаются возродить некогда популярный, а ныне забытый жанр репертуарного психологического театра. Алексей Фазлеев, Станислав Якушевич, Роман Семенов. Новосибирские новости. На этом все. До свидания.